Почему происходят измены в отношениях и стоит ли прощать мужчину? Потому что все мужчины изменяют и невозможно сделать так, чтобы мужчина не изменял. Мужчина ей даже поводов не дает, а она проверяет телефон, она лазит по компьютерам его, смотрит его карманы, потому что у нее есть недоверие к мужчинам в целом. Что такого она ему дает? Это глупенькая студентка. Чего не могу дать я? Чего перестала давать я? Всем привет! Меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, у меня есть пару версий, почему так происходит. Первая версия, чаще всего ее можно услышать, потому что мужчины бабники, потому что мужчины полигамны, потому что все мужчины изменяют и поэтому так происходит. И невозможно сделать так, чтобы мужчина не изменял. И есть вторая версия, моя, и я предлагаю нам вместе с вами над этим порассуждать. И я убежден, что большинство измен происходит именно по той причине, когда партнер перестает быть удовлетворенным в отношениях. То есть, например, мужчина вначале влюбляется в девушку, он получает все то, что он хотел как мужчина. Он влюблен, он видит ее красивую, он видит ее довольную, его все устраивает, и он чувствует себя каким? Наполненным. И кажется, что так будет вечно. Кажется, что так будет всегда. Но жизнь вносит свои коррективы, и наступают некие бытовые моменты, которые не настолько романтичны, как конфетно-букетный период. И так как мы зачастую в отношениях не знаем, а что же хочет наш партнер, а какие на самом деле его потребности. И не специально, не осознанно происходит так, что мужчина перестает получать от женщины то, чего он получал. Например, она была вначале довольная, и ей все в нем нравилось. И у него была потребность быть любимым и быть принятым. А сейчас он видит, что женщина все больше им недовольна. Ей все не так, ей все не то. И его потребность быть принятым и любимым, она не закрыта. Он уже чувствует некий пробел. Или же давайте с позиции женщины. В начале мужчина был сильным и мужественным, и у него все получалось. И для женщины это было важно, чтобы возле нее был мужчина, у которого получается. А сейчас она смотрит на него, а он какой-то сдался, он как-то сдулся, и уже ничего ему не нужно, и уже ни к чему особо он не стремится. И женщина что? Чувствует, что ее потребность не закрывается. Она чувствует себя неудовлетворенной. Или наоборот, мужчина много работает, и много проводит времени в семье. Ой, точнее, вне семьи. То есть он много работает. У женщины какая потребность не закрытая? Уделять ей внимание. Мужчина перестал уделять ей внимание. Потребность ее не закрыта. Если вы смотрите это видео, значит вам небезразлична тема психологии отношений. Именно поэтому я приглашаю вас на абсолютно бесплатный онлайн-курс в формате вебинаров, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению», где мы будем разбирать такие темы. Как перезагрузить непонятные отношения, и стоит ли вообще это делать? Как привлекать достойных мужчин в вашу жизнь и сделать правильный выбор? Как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11? И чтобы все было классно не только во время конфетно-букетного периода, а столько, сколько вы захотите. Прямо сейчас кликайте по ссылке под этим видео и успейте записаться бесплатно. До встречи! И, например, женская измена часто может с этим тоже быть связана, когда мужчина, например, слабый, и она идет и получает, изменяет, имеет роман с каким-то сильным мужчиной. Или наоборот, мужчина занятый и не уделяет ей внимания, она заводит любовника, с которым ей не скучно, и который уделяет ей внимания. То же самое у мужчины. И я считаю, что измена это не про интимную жизнь. Если интимная жизнь нарушена, это уже следствие психологической части. Это следствие незакрытых психологических потребностей. Прямо сейчас, если вы столкнулись с этой ситуацией, вы можете задаться вопросом, что раньше такого от меня получал мужчина, что в течение какого-то времени не специально я перестала ему это давать. Я перестала закрывать эту потребность. Или если у моего мужа любовница, а что такого он от любовницы получает, что он перестал получать от меня? Что такого она ему дает, эта глупенькая студентка, чего не могу дать я, чего перестала давать я? И это не про возраст. Скорее всего, она дает ему легкость. Скорее всего, она ему дает какое-то признание. И скорее всего, она ему дает ровно то, что когда-то давали вы ему как женщина на первых стадиях отношений. И почему-то в рутине это как-то размылось и показалось не особо важным. И привело к тому, что привело. Я сейчас не оправдываю мужчин и не говорю, что так и должно быть, или так нормально. И не оправдываю женщин, которые изменяют. Измена это плохо, измена это больно, измена это неприятно. И это боль для другого человека всегда. Но если это происходит, либо же это если произошло, тогда нужно стараться мыслить здраво. И часто женщины задают такой вопрос. Ярослав, что мне делать? Прощать ли мне мужчину или нет? Или же такой вопрос. Знаешь, Ярослав, мужчина мне изменил год назад, и я его простила. Но сейчас как-то у нас отношения гораздо ухудшились, да, и что-то идет не так. Я не понимаю, что происходит. Поймите, пожалуйста, что ответ лежит здесь не в том, что нужно ли прощать мужчину или не нужно. Если я спрошу, а что мужчине нужно делать, чтобы искупить свою вину? Чтобы снова в отношениях появилось доверие и любовь. И скорее всего мы обнаружим, что что бы он ни делал, как бы он себя ни вел, женщина все равно будет смотреть на него сквозь вот эту обиду и претензию за измену, неверность и предательство. И поэтому я считаю, что это не очень ожидать, что мужчины излечат от этой боли. И также я считаю, что это неправильно и так не работает, что я логически простила. Женщина думает, что если я тут себе в уме что-то сказала, значит, я мужчину простила. Нет. Чувство, которое вы хотите, от которого избавиться, от обиды, да, предательства, оно находится внутри, оно не находится в голове. И от чувства, которое находится внутри, от него невозможно избавиться логически, через мозг или через рассуждение. Это только через проработку себя. И большинство женщин, которые сталкиваются с изменами мужчины, этому корни всегда есть в прошлом, в детстве, в отношениях с отцом, в отношениях с матерью. Зачастую было то же самое в ее семье. Отец изменял, отец предавал. И скорее всего вот это чувство, что меня предали, чувство вот этой обиды, если поработать с этим практиками, например, которые мы делаем на втором модуле «Путь женщины», то мы увидим, что это чувство с ней не с того момента, когда мужчина изменил, а гораздо раньше. И поэтому задача, например, это то, что мы делаем на втором модуле программы «Путь женщины». Это перезагрузка прошлого. Это трансформация негативных чувств. Это нужно очиститься от негативных чувств. И для того, чтобы вместо обид было что? Какое-то другое теплое чувство. Вместо недоверия – доверие. Вместо злости, усталости было гармоничное, позитивное состояние. И это целый процесс. Это не какая-то волшебная техника. Это не какое-то волшебное слово. При этом я понимаю, что многие из нас, мы все хотим волшебно, какое-то моментального исцеления. Но такого не будет. Это целый процесс. И если в нашей жизни происходят какие-то переломные моменты, как, например, измена, я бы это воспринимал как некий знак свыше. Задумайтесь, если вы столкнулись прямо сейчас с этим. Задумайтесь, о чем мне хочет намекнуть Вселенная? О чем мне хочет намекнуть какие-то высшие силы? В чем я могу стать лучше для себя? В чем я могу выйти на новый уровень? И я бы не рекомендовал, если мужчина изменил, резко его бросать, резко уходить, резко разрывать семью. Потому что вы это всегда успеете сделать. Я бы вам рекомендовал поставить некую цель на ближайшие 30, 60, 90 дней, где вы даете себе срок. Что я буду работать над собой. Я буду трансформировать свое прошлое. Я буду разбираться в психологии мужчин. Я буду разбираться, что такое женская ценность. Я буду разбираться в психологии отношений. И уже в процессе, когда я подрасту, я из этого приму решение. Стоит ли мне продолжать с мужчиной или нет? Простила я его или нет? Хочу ли я быть с ним дальше или нет? Ну и он в течение этих 30, 60, 90 дней, либо он останется на том же уровне, на котором был, либо он подрастет. Важно дополнить, что первичные зачатки и измены начинаются из недоверия. Часто девушка мужчиной даже поводов не дает. Она проверяет телефон, она лазит по компьютерам его, смотрит его карманы, потому что у нее есть недоверие к мужчинам в целом. Может быть, он дал какую-то причину, может быть, он постоял на какую-то девушку, может быть, что-то сказал, какую-то фразу, которую женщина в которой что-то заподозрила. Но поймите, пожалуйста, если вы думаете, что вы будете проверять телефоны, и это вас обезопасит от измены, либо это вызовет в мужчине желание быть верным, то вы ошибаетесь. Это скорее только ускорит событие, которого вы боитесь. И даже тот же вопрос. Задумайтесь, как давно это чувство недоверия живет в вашем сознании и подсознании? Как давно, со скольки лет? И скорее всего, вы обнаружите, что это из детства. И скорее всего, вы обнаружите, что это ваше, что это ваше. Но если оно в вас есть, тогда вы во всех мужчинах будете видеть потенциальных изменщиков. И мужчина, это не его задача, миссия или функция убеждать тебя каждый день, что я тебе верный. Точно так же, это не женская задача ревнивого мужа каждый день его убеждать в том, что я только твоя, и я тебе не изменяю. Вот тебе фото, видео, аудио, отчет. Я приглашаю вас на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драмы и манипуляций», где на протяжении нескольких вечеров мы разбираем темы, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, как создавать по-настоящему счастливые отношения, когда 1 плюс 1 равно 11. Прямо сейчас под этим видео кликайте по ссылке и успейте записаться бесплатно. Если это видео было полезно прямо сейчас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока!